привет мои дорогие привет мои хорошие я рада приветствовать вас на своем канале меня зовут инга это геральт который бродит по ночам и чем мы займемся с вами шапка нас опять наколола поэтому здесь у нас рядом этот бандюган как его х х х х не помню как его зовут сейчас мы с вами посмотрим как его зовут и если мы его найдем вот он разбойник нет не разбойник нам нужен улыган разбойник и еще один хулиган кем он себя возомнил а бог его знает что у нас старом сундуке давай посмотрим сразу нет нам старый сундук не нужен что у нас шкафу и шкаф нам тоже не нужно все разбойнички кушайте так чтобы подождите мне сама успокоиться и успокоить граждан давай ка посмотрим кто нам нужен нам нужен костя люди чудовище покер разыскивается раннике в ночи арон у арона мне нужен арона его зовут и харон у нас живет в этом домике который надо обходить со всех сторон и того надо еще заглянуть в склеп аронды тут по моему он был здесь сейчас скажет харон отдал опять хулиганы разбойники елку палка на где шаран то ну можно посмотреть на карте нам нежели не открывать как так игрок игру костер сник и может у меня на карте впечатление что мы прямо смотрим на этого фарма тот дом был его где-то он тут это он тут ну-ка вот харон и так товар мы отдали эльфам правильно мы это сделали или нет сейчас мы с вами узнаем арон где зараза дрыхнет подъем ведьмак я ведьмак так слушай эм а мы с тобой в покер играли не у меня про харона ничего не было так я убил это я убил утопцев а еще я встретил эльфов эльфов не знаю никаких эльфов а вот они тебя знают кто они ской от аэли или по нашему белки юные борцы за свободы нелюдей за содействие им тут же отправляют на виселицу сдашь меня будешь болтаться со мной рядом я буду хранить молчание но если это так опасно почему ты с ними связался надо же как-то зарабатывать на хлеб как бы то ни было свою работу я сделал значит мой товар в безопасности я недооценил тебя ведьмак кстати а что стало с теми эльфами мы с ними немного поболтали они сказали что вернуться за товаром со всем своим отрядом совсем отрядом для них не безопасно приближаться к визиме если бы кто-нибудь сообщил об этом куда следует что ты хочешь этим сказать за голову каждого ской от аэля дают приличную сумму ведьмак но лучше забудь все что ты здесь слышал держи свое золото меня это не касается мне нужны мои деньги и расскажи мне о саламандрах держи золото саламандры они собирают дань жители деревни посмеешь ослушаться перережут глотку или подожгут дом где мне их найти спросил преподобного он сам решит что тебе стоит знать лично я бы не возражал если бы ты с ними разобрался прощай у нас новый уровень трам-пам-пам медитация и так далее ну что ж трам-пам-пам новый уровень это все хорошо гера ты не добитых блин откуда-то выскочил ладно нам твои мозги пригодятся то есть хотите сказать что здесь еще утопиться ну вот как видите хоран не против был услышав про отряд эльфов он вообще он смотри гера давай давай же геральт вот так и будем тут залезать забавный утопит забавный где 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 останки забирай так мы отхватили но вроде как не очень вся смотри колышется немножечко этот давай гера залезает нам с тобой как-то надо разобраться блин зараза в спину бьет гера там стать еще одна зараза бегает это сейчас зря перекувырнулся то за кувырки но мы кстати взяли то что у нас восстанавливает здоровье потихонечку да вроде как да вот она понемножечко восстанавливается вот он у нас там еще один смотри утопиться давай это в конце концов тоже опыт давай гера гера прекратить эту лазанья из болота вот и все мозги ох мозгов мы набрали блин баргист усилку силку силу да давай добра наберем добра как то уже и не умещается так ладно сюда пошли меч намазана еще держится интересно как долго он будет делать ну хорошо мы по подкачались но по крайней мере подкачались до варгиста нам больше не доставляют таких проблем и рассмотрит варгист он еще один подожди собери сначала потом пойдем третий удар три удара да нам нужно на баргист пока что у нас это источник дохода ну как первых чему мы не не ходим когда тут иногда тут просто-напросто что-то с управлением а йоханда пинцет вот теперь устал у нас паркаться и прыгать и так далее и тому подобное так ты кто тут ходишь от ты этот странный такой товарищ ладно нам надо всклеп ночью правда спалка не выписали нам кошку может быть пока не надо а это вот это главная зараза давай гера на перекрестке на роста не как обычно белки с полком у меня этих голов баргистов уже солить можно так лиса черемица балиса туда я иду до вроде как туда подожди ну-ка карта нет приеду обратно склеп это же место силы костер костер мне туда на закружили меняется баргист геральт ну я же нажала так давай к нам групповуху ибо все покушь их тут сколько шлифту но с другой стороны вышел ночью и вот себе пожалуйста как говорится доход доход алиса куда она у нас так израсходовалась руби так вибрид возьмем сейчас вместо силу подожди я так понимаю это мы подзаряжаемся просто напросто да да у нас усиленный арт пошли в склеп так только единственное что давайте-ка мы сделаем перед склепом сохранку как обычно да вот у нас сейчас там прибьют убьют девушки там были гули так тогда сразу давай-ка где у нас там бурга белая часть чайка неизвестный эликсир кошка так и знаешь еще что отлично все видно геральт и давай-ка мы с тобой геральт пьем ласточку пойдем посмотри видал это не это стараться не менее не подожди ой ля ля все смотри всех стражников перебили а вон и зараза нет подожди это силовой стиль я радовая давай давай скорее там еще один вид что творится блин а кто еще кто-то еще рычит ты видел это геральт ну давай сначала здесь пробежимся о о нафиг 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 и на дети в очередь да гера нам надо наверно с тобой сразу взять групповой стиль а а а а а а и Продолжение следует... Весело. Мы обоих прибили. Это странно, но да ладно. Так. Я какие-то там рыки слышу страшные. А как они так тут все это... Да, слушай, там куча гулей. Ты уверен? А, там какой-то сундук. Ага. О-о-о, там этот озерел, озверел. Блин. Гера, пошли отсюда. Он один там? Не хотелось бы, чтобы он был... Так, подожди, Герочка. Герочка, Герочка. Это явно силовой стил. Герочка. Герочка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ладно... Он тут же вроде как не один был... Тут же вроде кто-то еще... Сундуки, сундочки... Тут еще кто-то есть... О-о-о-о... Цыпленок... Так... Деньги... Параней, укорок и цыпленок... Угу... Парам-пам-пам... Так, а факел... Ну, факел у меня уже есть, да? Удачок... Удачок... Так... Ладно, беремся... Так, все... Мы тут... Придорчик... Возьми, какие-то еще тут звуки есть... Ладно, озарили мы прибили... Пошли дальше, пока работает кошка... Ой, я заблудилась... Замуровали демоны... Ой... Так... Нет, вот у нас есть карта... Есть у нас карта... Есть... Там еще была стена, которую можно ардом-то разбить... Другое дело... Стоит ли ее разбивать? Конечно, стоит... Кера... У меня не получилось... Там гуль... Так... Групповой... Групповой... Третья... 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 Продолжение следует... Я понимаю, что нужно уже приключиться на один стиль, но не хотелось прерывать эту прекрасную бойню. Так, Геральт, мы с тобой... Ух, набрали, ух, набрали, ух, набрали. Так. Еще что-то было. Какая-то гадость здесь еще ходит. Так, тельце мы это осмотрели. А-а-а-а... Сундучок. Как мы выгодно сюда заглянули. Я теперь... Блин, там кто-то... Кто-то есть. Кто-то тут еще есть. Я понимаю, почему эти стражники сюда ринулись. Они явно хотели тоже поживиться. Ну и вот, что из этого, собственно говоря, вышло. Там еще чего-то происходит. Так, место силы. Вдруг девушки. Так, есть тут у нас кто еще? Игни, мы с вами выучили. Ну и все. Пойдем. Здесь нам больше делать нечего. Я так понимаю. Ух, так, ну что, у нас там день наступил. Даже если день не наступил... А, давай к ловчему сначала, а потом... Че? Вера? Вера! Вера! Собирай! И Балису собирай! Она нам понадобится. Ой, нет. Так. Да-да-да-да-да-да. Балиса, черемица. Все собирай. Сейчас, потому что будем у костра сидеть, готовить себе. У нас вон там... Закончилось. Вернее, заканчивается белая чайка. Что там нам надо? Черемица, игольчатый мир. Все вот это вот. Так, для белой чайки... Вот, белая чайка. Ласточка. Надо побольше ласточкиной. А так, это игольчатый мир. Мозги. Ласточкина зелья много у нас. Мирта не очень много. Балисы, черемицы полно. Давай еще раз. Возьми черемицы. Так. Мирт собирай. Ласточкина зелья, костер. Так. Где-то, где-то там был. Там был где-то у нас ловчий. Помню, как сейчас. Что делают ночью голуби? Пугают прохожих. Давай. Бербек похож на какую-то сливу. Собрали мы. Опять костер и опять не горит. Можно уклонивайся, но у ловчего все равно там был костер. Поэтому все уж там. Экс, подожди. А мы... Полин, пошли не в ту сторону. Нам надо куда? Где он был? Клименты в костер. Вот если был ловчий, да? Вот здесь. Вот я тоже не знаю, какой же это все-таки бесенок. Он как-то даже без рожек. Все-таки какая-то мартышка. Что она тут делает, я понятия не имею. Вестник, чего-то нехорошего. Идем все правильно. Давайте-ка я сразу поставлю на... Казать на карте. Да, 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 да. Вот сюда, вот к этому костру. Вот, Геральт. Если мы так вот, как с тобой сейчас стоим, прямо побежим. Насколько это возможно, бежать прямо тут. Ну, туда мы и придем. Посматривай на всякие травки. А сейчас выскочит опять Боргеста. Мне кажется странным вот это дерево. Ну, хотя тут живет ведьма. Обегаю. У тебя что-то удивительного. Так, правильно мы бежим. Ну, да, ну, да. Кстати, к ней можно было зайти и торгануть ей тоже черепами. Ну, я, наверное, друзья, всяческие эти торговли и прочую такую штуку буду делать уже за кадром. Поскольку, ну, на запись. Никому не интересно. Боргеста, Мирт. Боргеста, Мирт. И? Да что же это за наваждение это такое? Опять мимо. Все он был-то этот. Черт, костер. Так, здесь я не пройду. Ты чё, среди ночи бегаешь? Эй, алло, путешественники? Нет, нет, для тебя работаю. Плохи дела. Дождь все идет. Ну, если в дожде проблема, так это как бы и не проблема вовсе. Вон, по-моему, туда нет. Как-то это получается, что карта по одному показывает... А, вон он, ловчик. Вон он, вон он. Так. Приветствую тебя. Здравствуй, здравствуй. Я убил тварь из гробницы. Я убил тварь из гробницы. Что это за хрень? Хм, не похоже на гулей, которых я раньше видел. Вот, 200 аренов. Прощай. Давай. Про топцик мы с тобой уже говорили. Трам-пам-пам. Так, по-моему, у нас распогаживается. Давай-ка мы... У нас получены новые таланты. У нас новый уровень. У нас еще три. У нас еще три таланта. Слушайте, нам надо догнаться здесь до какого-то ведьмака. Я надеюсь, у нас это получится. Так, что мы можем сделать? Драка. Зарядка во время кулачного боя? Не знаю, насколько нам это нужно. Так, интеллект. Какой мутаген? Вот я пока не понимаю, какой тут мутаген, да? Это у нас уже идут серебряные таланты. Так, давайте посмотрим, что мы можем. У нас осталась выносливость. А, подожди, групповой серебро. Серебро нету. Быстро серебро. Силовое серебро. А смысл нам их делать, когда у нас нету... Нету сейчас серебряного меча. Нету, нету. Групповой стиль. Так, смотри-ка, открылась подножка. А, интересно. Точно удар. Необходим розовый талант. А он и здесь, и здесь действует? Плюс 10, плюс 10. Это что? Повреждения. Плюс 25. Полупируэт. Подножка. Так, интересно. Так, быстрый стиль. У нас тут что-то уже автоматически. Билеты я открывала. Подсечка. Так, это что? Паралич. Град ударов. Силовой стиль. Я бы качала силовой, потому что как бы быстрые, групповые уже, они нам даются более-менее. А вот силовые, оно как-то так. Угу. Удар партери, сокрушительный удар. И боевая ярость. Давай-ка сделаем удар партери. Так. Еще два, да? А что у нас в игме? Будем ли мы себе качать игни? Дальняя атака. Будем ли мы качать игни? Как вы думаете? Это как-то не особо я сторонник игни, как бы это весело не звучало. Я, правда, не знаю, как он здесь работает и работает ли он здесь. Так. Что у нас на выносливость? Давай все-таки, наверное, ядом, боли, оглушению. Вот это вот прокачаем. Мне кажется, это надо. Не знаю, насколько это вот алкоголь тут мне нужен. Это у нас поглощение. Давай возьмем. Иммунитет к ядам. Хорошая вещь. Слушай. Прямо вот. Не знаю. Давайте я одно очко пока что еще оставлю. Так. Так, теперь. Бульк-бульк. Зелье-зелье-зелье-зелье-зелье. Куск-сквыз. Зелаем ласточку. Я не знаю, будут ли у нас еще монстры масло-призраков. Ну, мы явно еще сделаем еще одну ласточку. Все, больше почему нечего? А, у нас спирт закончился, да? Хорошая вещь, пурга. Тоже спирта нету. Так, ну вот, будем медитировать два часа. А давайте-ка мы с вами замедитируем до заката. Почему? Да потому, что я хочу все-таки пойти к шапке. Тринадцать часов мы будем медитировать. Давай. Да, засел такой ведьма, как костра, на тринадцать часов. Ох. Так, вот, закат. И бегом. Пока не началось, я не знаю, сколько там мы будем караулить и что такое закат. Поскольку у них закат, девятнадцать? Хочется как-то эту шапку-то уже изловить. Хочется как-то эту шапку-то. Как понять, сколько сейчас времени? У нас где-то показывает время, там, на карте, например. Нет окрестности. Тоже ничего. Непонятно. Непонятно мне, сколько времени. Мы можем забежать к обегаю. Обыгал. А потом... Шапки-то вот так вот, через мельницу. Давай-ка забежим-ка, бегай. Продадим ей эти самые все штуки. Так, она... Где у нас тут была? Здесь. Так, привет. Чего ты хочешь? Чего ты хочешь? Поспать у тебя хочу. Кое-что спросить. Можно я кое-что спрошу? Спрашивай. Ты слыхала про демона Алзура? Слыхала про демона Алзура. Алзур был магом. Работал он над теорией магии и много путешествовал. Однажды он повстречал тварь, почти неуязвимую для магии. У нее было тело льва и голова человека, насколько я помню. Любопытно. Зверь спросил, кто ходит утром на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех. Человек. Знаешь ответ, ведьмак? Да, знаю. Да. Алзур, к счастью, был сильным магом и умел разгадывать загадки. Как только он дал правильный ответ, тварь на него напала. Позднее он узнал, что правильный ответ лишает чудовища силы. Какое это имеет отношение к нашему зеленому барбосу? Зверь говорил через Альвина. Он спросил, кто призвал меня. Найди тех жителей деревни, которые призвали зверя своими преступлениями. Понятно. Каков твой ответ на вопрос демона Алзура? Да человек. Человек. Верно. Надеюсь, что ответ для зверя ты найдешь так же легко. Интересно, интересно. Можно я кое-что спрошу? Спрашивай. Так, про демона Алзура мы уже говорили. Давайте торговать, в конце концов. Итак. Бестиарии, болотное чудовище, утопцы. Болотное чудовище. Мы не читали, но мы вроде как уже знаем. Собаки и волки. Кажется, надо его купить. Сколько он стоит? Сто. В аргестах мы знаем. Так, вот. Смотри. У нас куча этих самых бошек баргестов. Давай-ка я вот это вот все 8 тебе и продам. Так. А у нее бесконечное количество денег, да? Так, что еще я могу у тебя? Тимирская ржаная. 20. Давай сюда. Теперь местная перцовка. 20 за единицу. Лишневая настойка 30. Сливовая 30. Давай местную перцовку. Надо будет сделать зелье. Что делать-то? Нутряное сало. А это что тоже? А, гусиный жир. Угу. Так, место не так особо много тут, чтобы. Царская водка. Белый уксус. Ну, как интересно. Смотри-ка. Кровь гуля. А да, кровь гуля-то надо тоже отдать этому. Ну, к этому мы пойдем к этому председателю, блин, как наглазому этой деревне. Потом. Потому что я так понимаю, что... Галлюциногенная водка. Ты смотри-ка. Крепкая смертного. Очень высокого качества для приготовления слушай. А может взять масло от призраков. Стольник стоит. Смазка. Химический порох. Фосфор. Сколько у нас сейчас того самого алкоголя? Два. Три. Я бы взяла. Пригодится. Не знаю, насколько сливовая нам нужна. Вот. И я не знаю, столько-то баргестов. Может, нам не нужно. Давай продадим пяточек. И что еще наковыряем? Вот. Так. Внутряное сало 20. Это все и гусиный жир. Так. Это что у нас? Гусиный жир. Вот. Давай гусиного жира. Он у нас в один слот сложится. Не будет столько места занимать. Ну-ву. В принципе, мы вооружены. И я так думаю, что может быть даже немножечко опасно. Так. Давай, Абигайл. Ты там у тебя кукла для... Буду. Давай посмотрим на эту куклу. Чем это ведьме? Ну, на то она и ведьма. Я уже и говорила. А вот про троих людей, которые... Благодаря деяниям которых появился этот призрак. Это вот интересно. Не теле, а трое, которых я замокал и навещал наш Геральд. Так, смотри. Как мы... Куда мы теперь пойдем? Теперь нам надо шапки. Поэтому, наверное, обратно. Вот. Попробуем обижать все это дело. Опять уже забывать начинают. Но вроде еще не ночь. Так, правильно я бегу, елки. Я в этой деревне никак не сориентируюсь. Но вроде правильно. Мерзкая погода. Ты так и не будешь со мной сговаривать? У меня не обиды в работе. Понятно. Мне кажется, это его, этот мартышка. Она за ним бегает. Надоело мне уже этот противный городишко. Вернее, деревушка. Запертая дверь. Запертая дверь заперта. Кто-то мог подумать. Так, мир, мир циграем. Тихо-тихо-тихо. Это была птица. Смотри-ка, все куда-то попрятались. А уходили. Милиция. Горошанин. Я как-то видел, как великий магистр приезжал со своей свитой. О, это был самый прекрасный момент в моей жизни. Ну, радуйся, береги этот момент в своей памяти. И живи с ним. Так, а мы пошли. Ну, по крайней мере, смотрите, шапка сказала принести вина. Вина у меня... Вот залейся теперь. У меня есть... Медицинская розовая. У меня есть баклерская белая. У меня есть тусенская красная. Какие еще вина тебе нужны? У меня есть куча всяких пив и наливок. В принципе, у меня есть даже масло, чтобы умаслить. То есть из напитков, что просила шапка, я не знаю. Больше тут, как бы, какой выбор есть, я все приобрела. Ищи. Ай, смотри, стоит шапка, стоит шапка, 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 Риточка. Ну, наконец-то. Я боялась, что ты уже никогда не придешь. От этого места у меня просто мороз по коже. Ты вина принес, как я просила? Ну, конечно, конечно. Я забыл, Гера, не вздумай. Я забыл. Давай, медицинская розовая. Мне кажется, оно пойдет. Ой, спасибо. Теперь мне не так страшно. Так что, ты покажешь мне мельницу? Конечно. Я покажу тебе все, что только захочешь. Ну, там нужно пропускать вперед. Ой, мне, наверное, не стоит этого делать. Я могу испачкать свое платье. Снимай. Не бойся. Ведьмаки умеют справляться и с этим. Боже мой, это что такое? Смотри, куда прешь, идиот! А, тут эти кулачные бои были, что ли? Что-то за тела такие тут валяются. Что такое? На старой мельнице снова монстр. Надо бы ведьмака нанять, или мага какого, чтобы посмотрел. Да разве же их найдешь, когда они нужны. Поживем, увидим. Монстр не волк, в лес не убежит. Зачем людьми рисковать? А на карточке-то, Рита, гораздо симпатичнее. Не, если это она. Все, что ли? Новая запись персонажа Рита. Так, я одного не поняла. Что там творится? Вот там вот, что у нас творится. Почему там была куча трупов? Не, но я понимаю, что да, монстр, да, монстр завелся. Подожди, там Микула стоит. Микула ничего не хотел сказать. Давай-ка подойдем к Микуле. Он все еще будет страдать? Ага. Ага. Микула теперь может играть в покер. Подожди, бывай здоров, Микула. Почему я говорю, подожди, бывай здоров, потому что нам надо сохраниться. Так вот, подожди, я могу... А, нет, черт. Я подумала, что можно войти, но нифига. Ладно, тогда мы сейчас идем к Микуле. Делаем здесь с вами сохраночку. Давай. Ага. Ага, отплакался. Он уже теперь больше не переживает. Так, давай по чуть-чуть. Потому что Микула у нас... Блифует. Так, что у нас? Т-эээ... 4-4. Противника две пары, и у нас две пары. Да, не будем мы ничего поднимать. У него тройки и четверки, а у нас тройки и четверки. Не, не будем. Так, тройки и четверки. Вот это мы будем перебрасывать. Вот, вы говорите, нажимать. А, ничего, оно не нажимается. У него сейчас выпадет, конечно. Конечно, выпадет. Зараза. Нет. Нет. Две шестверки. У него... Чего у него там? У него две пары. Не буду я поднимать. Так, а перекидываем мы эту, эту и эту. А. Так, троечка. Гера выиграл. Гера выиграл. У нас ничего не выпало, да? Противника три тройки, а у нас пара, да? Три-четыре. А он поднимает, заразу. А что делать? Пасовать мы проиграем. Так, ну что, заразу надо как-то обыгрывать. Три-четыре. Один, два, три, четыре, пять. Да не выпадет никогда с стрит. Стрит, чтоб выпало, это я не знаю, что. Тем более здесь как-то вообще нам не везет с этим делом. А это пробуем кинуть так, наверное. Как вы там говорите? Надо нажимать, нажимать, нажимать. Нифига не нажимается. Не, мы продули. Так, давай еще играть. Что делать? По трешечке немного. У меня не работает это нажимание. Или надо здесь нажимать? Так, у нас пара, а у него стрит. Он сейчас будет нажимать на поднятие, да? Да я пошел в жопу. Так, у противника пара. А вот теперь я буду поднимать. На. Принял, зараза, а? Посмотри-ка. У нас две пары. Двойку перекидываем. Ну, не работает это нажимание. А ему сейчас выпадет. Нет, нет, нет. Так, ладно, следующий раунд. У нас две пары, а у него, у него пара. На, сдавайся. Ой, белки с палками. Не сдался. Я думала его перебить ценой, чтобы он сдался. Ну, одна надежда, что у нас есть сохраночка. Доблефовались. Так, пять, пять, один, один. Уставляем, бросаем. Черт. Офигеть. Офигеть. учу делать нет этого мухлёвщика надо как-то приигрывать и я не собираюсь тратить деньги на эту дурь рогатую вот но тем не менее надо доигрывать с ним давайте попробуем я расслабился тут шапочка давай надо понять как она действует что здесь лучше собирать как-то удачи не на гириной стороне 3 3 пара не ставим ничего а вот того что чего так вот попробуем собрать все-таки страйт или street как он тут называется от 345 нам должно выпасть вернее четверка должна выпасть если мы и ним дожди если только одну да не соберется ни в коем случае 65 четверки нету три есть и один нам нужно 2 и 4 она не выпадет никогда в жизни кинусь две кости чтобы выпало 2 и 4 не в жизнь поэтому бери вот это вот все и перекидывает замечательно нас коры да 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 так что-то вроде на первый взгляд неплохо нам выпало две пары да так поднимать а у него три до не собираюсь и ничего так 4455 скидаем одну это тара тата тата они все правильно замечательно мы выиграли мы выиграли правда его все да мы выиграли теперь что это значит что это значит берингар золтан хивай я помог краснолюду преследуемый расистами он узнал во мне старого друга сталю да за и легенд риви подождя причем здесь золтан хивай а это же господи это персонажи понятно мы прочитали про хивая мы прочитали про лео погиб от руки профессора одного из руководителя атаки на каэр морфин мальчик был слишком нетерпелив неопытен я не мог ему помочь хотела я и был совсем рядом я снова видел лицо лео теперь виде призрака это напомнило мне что я не справился в подземельях каэр морфина что значит не справился у сколько у нас тут друзья мои я не буду очень сильно как говорится зачитывать все эти дела на время время давайте прочитаем про жители перед вместе хотя местные меты кажется слегка мрачными и грубыми перед вместе безусловно обладают некоторыми преимуществами да 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 вот она эта карточка наша окей так беренгар 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 и видели в предместе перед моим появлением он нанялся победить зверя но зачем затем еще сможет он испугался чудовище я не думаю что он испугался прям чудовище вот но рита бармен 6 придорожной таверны в предместе бойкая девушка у нее можно купить еду и выпивку и также посмотреть на карточку за который меня наверняка забанят забанит меня так хагенброк кто это такой а харин этот брок сомнительный тип который боится только преподобного он чихать хотел на закон и окружил себя громилами которые стерегут его темный бизнес брок живет на окраине города в небольшом поселении у озера где он является практически абсолютным властителем он никогда не отходит далеко от дома у брога есть магазин где он торгует оружием и алхимическими ингредиентами для производства бум так вот все эти три так сказать негодяя это 1 2 мекула мекула все уважают потому что он стал городским стражником а в предместьях его это завидная карьером кажется он лентяй и бабник ему плевать на все проблемы предместе он преследует только собственные интересы днем мекула храняет ворота вы зимы от чего его девушка отравилась так как бы и непонятно наверно как этому причастное явно не обигая лаун сам вот может быть там какая-нибудь трагедия может быть она ждала ребенка он сказал иди нафиг не нужен мне ребенок это отравилась с горя уже может быть так самый богатый человек в предместьях угрюм и пьяница которую наследовал богатство своего брата о да человек подозрительный и жадный он живет на окраине деревни в доме с высоким забором и крепкими воротами вот вот они и есть и самые три странных и мрачных грешника как мне кажется так что мы знаем как преподобного вождь обитателей предместьев высокомерный жрец вечного огня которого все называют преподобный его влияние распространяется далеко за пределы сферы духовной люди из города и деревни в предместьях готовы выполнять любой его приказ преподобный религиозный фанатик и лицемер он с легкостью находит несуществующие грехи не обращая внимания на настоящее преступление преподобный живет в городе слева от храма целый день он молится или ухаживает за часовни так ну ладно раз уж мы всегда читали давайте-ка про таинственного мага почитаем так маг напал это мы читали один из предводителей нападения на каэр морфин был чародеем причем настолько могуще могу чем что даже три смери гольд не смогла противостоять ему организация которую взглавляет возглавляет использует знак саламандры кстати мы набрали с собой значков саламандры таинственный макс символом саламандры искусный алхимик и занимается изучением мутации как так так а нам нужно задание покер сказать так вот микула играет ну так я выиграла у микула я могу сыграть с микулой только что сыграла с микулой то есть ли я должна три раза у него победить а вот не понял говорится ну да ладно может быть с ним еще надо это самое я побил нужно найти противника посильнее победы над толстым граф кости на практике саламандры разыскивается так я нашел ордер на арест профессора человека ответственного за нападение корморки за смерть лео раз профессора разыскивают и сломают должно быть есть враги враг моего врага мой друг надо поговорить со стражами законов в зиме чтобы найти так покажите мне на карте это уже в самой в зиме поэтому нет поэтому нет я секундочку друзья я все-таки хочу разобраться заданиями чтобы понять с первой главы это же вторая глава а вот первая глава о людях и чудовищах надо с преподобным поговорить и еще раз поговорить с преподобным вот так тогда у нас все в принципе как говорится сложилось ладно друзья ну что ж мы пойдем разговаривать с преподобным с микулой я играть больше не буду естественно что давайте мы в этой серии еще с вами добежим к берегу напротив посмотрел геральта мечта прошу то есть это на маска я уж не знаю сколько она действует но она больше мне здесь слишком мало платит за такую работу у нас опять баргеста геральт наш стал посильнее так вот что тут за странности такие были в одессе на берегу почему там валялась какая-то куча убитого народа может быть действительно приходили эльфы тут всех перерезали зазел или как там себя зовут ира 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 это у нас какой стоит быстро и давай-ка групповой оглушеницы сработало какие мы стали мощные друзья мои прям я прям не нарадуюсь если так и дальше пойдет то жить можно я вполне возможно что ага вот так да бегаем прыгаем и обратно мы так вот пока у нас меч в руках ну ладно так вот народ был здесь здесь вроде все в порядке никаким дел пора идти в таверну продать все что можно понаделать всяких масел да нет никого возможно они просто валялись никто никого не убивал геральт так и будешь бегать с мячом я понимаю надо вот здесь это не были нет здесь все багдаде все спокойно это сильно подозреваю что у нас сейчас вылезут утопится да 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 и на утопцы вылезли я же еще кто-то есть подождите собирай мозги странно мозги разбросались по ящикам там еще есть утопиться давай пускай он вылезет и поставим на быстро стиль вот вот нет ну и все в принципе можно возвращаться в таверну ладно друзья давайте сделаем следующее в таверну я уже вернусь наверное за кадром как говорится там продам то что там можно продать посмотрю может быть какой мы делится не делится еще какие-нибудь спирты купим чтобы сделать зельем увидимся с вами следующей серии в принципе нам осталось только сходить к преподобному и послушать что же он скажет по поводу зверя но это все будет следующей серии а в этой я говорю всем огромнейшее спасибо всего вам хорошего и пока пока пока